Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Наверняка вы много раз наблюдали, когда один автомобиль буксирует другой На буксировочный трос навешивается либо куртка, либо кофта, либо какая-то плотная ветошь именно в центре троса Многие автомобилисты даже не догадываются для чего это делается В процессе буксировки буксировочный трос очень сильно натягивается И в случае обрыва буксировочный трос несет огромную опасность В случае обрыва крепежного элемента эта тяжелая массивная деталь может прилететь как в кузов автомобиля, так и в стекло В лобовое или в заднее, в зависимости от того в какую сторону оно полетит Также при буксировке трос, натянутый как струна, обрываясь, несет огромную опасность Он хлестко бьет по автомобилю так, что может разбить и стоп-сигналы, и фары, а также повредить другие кузовные части автомобиля Для этих целей на центр троса навешивается так называемый успокоитель Есть специальные успокоители, которые продаются уже готовые и затовленные специально для навешивания на трос Но так как они занимают определенное место и неудобства, а тросом мы не каждый день пользуемся А он аккуратно сложенный, лежит обычно спрятанный в какой-нибудь нише в автомобиле То насчет успокоителя, как правило, никто не заморачивается Но когда случается такая вещь, что действительно надо буксировать, вот тогда мы про него вспоминаем И его в этот момент не окажется под рукой И вот именно по этой причине приходится вместо успокоителя, а точнее заменяя успокоитель Навешивать либо кофту, либо куртку, либо какую-нибудь плотную ткань Она и выполняет функции успокоителя для того, чтобы при обрыве трос не смог нанести ущерб Как буксируемому автомобилю, так и буксирующему автомобилю Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, что вам нужно буксировать автомобиль Либо вас буксировать, либо вы будете буксировать То обязательно на центр троса навешивайте какую-нибудь плотную тяжелую веточ Можно старую куртку, можно что угодно, кофту И я еще рекомендую на места крепления, там где вы фиксируете троса Непосредственно кузов автомобиля, либо буксируемого, либо буксирующего Также обматывайте эти места веточью Старайтесь, чтобы они тоже были обмотаны Это делается для того, чтобы смягчить удар в случае обрыва вашего буксировочного троса Надеюсь, для вас эта информация оказалась полезной Если это так, то обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео Всем здоровья, всем пока!